Не всегда информация в интернете соответствует действительности, но что если картинка говорит сама за себя? Публикация некачественного хлеба в Верхоянском районе вызвала общественный резонанс. В ситуации разбирались наши корреспонденты. В поселке Батагай имеется четыре индивидуальных предпринимателя, занимающихся производством хлебобулочных изделий. Местные пекарни стопроцентно обеспечивают население свежим хлебом. Но на днях потребителей районного центра возмутила очередная партия хлеба, выпущенная одними из производителей. Дефектный хлеб стал предметом бурного обсуждения в социальных сетях. В выходные дни я купила три буханки хлеба. Дома все три буханки мы разрезали. Все три буханки оказались внутри пустыми, недопекшиеся. Мы сразу же вернули эти три буханки хлеба в магазин. В магазин пошел вернуть мой муж. И продавец, который стоял, продавал этот хлеб, объяснила моему мужу тем, что он не первый покупатель, который вернул хлеб за сегодняшний день. Я выложила эти фотографии в соцсети. В соцсетях очень было много возмущения. Люди начали вспоминать, когда и что было куплено. Мы связались с индивидуальным предпринимателем, который принадлежит пекарне. Производитель не стал отрицать, что прокованная партия действительно имела место быть. В Роспотребнадзоре заявили, что проверка пекарни производилась более двух лет назад. К сожалению, производитель отказалась показать нам, в каких условиях они пекут хлеб. Хотелось бы пожелать, чтобы построили новые хлебопекарни, для того, чтобы было качественно. Существующие хлебопекарни, конечно, не соответствуют стандартам и так далее. То, что говорить о антисанитарии, это, наверное, полнейшая антисанитария. Использование годных ингредиентов, соблюдение санитарных норм и технологий производства – вот элементарные правила, которых должны придерживаться производители. Тем не менее, как показала практика, даже строгое соблюдение этих пунктов не всегда может являться гарантом того, что вам продадут качественную продукцию. Хоть и не хлебом, и единым сыт человек, он остается основным продуктом в ежедневном рационе каждой семьи.